Видео подготовлено для канала Уроки ТВ. Математика 4 класс, автор Чекин, часть 2, задание 45. Среди данных записей деления столбиком выбери и перепиши в тетрадь те, которые можно отнести к сокращенным. Можно ли оставшуюся запись преобразовать в сокращенную? Почему? Каждую сокращенную запись преобразуй в полную. Ну, что такое сокращенная запись деления? Она возникает тогда, когда среди промежуточных делимых у нас попадается такое, которое меньше делителя. В этом случае при делении такого делимого на делитель у нас неполным частным получается 0, а значит нам придется на этом этапе деления этот 0 умножить на делитель, получить произведение 0 и вычитать из делимого, и в итоге мы получим остаток, который равен самому делимому. Поэтому сокращение здесь делается сокращение, вот это вычитание 0 бесполезно, поэтому его не записывают. А промежуточное делимое считают остатком, считают остатком и используют его на следующем этапе деления, но при этом обязательно не забывают записать 0, в неполном частном, вот этим нулем, и отличаются записи тех случаев деления, когда использован сокращенный вариант. Вот мы посмотрим на первое неполное частное, здесь 312, здесь, по-видимому, не было такого случая, когда делимое было меньше делителя, потому что нет нуля. А вот здесь и здесь у нас нули есть. Значит, вот эти варианты нам подходят в качестве сокращенных записей. Давайте мы перепишем каждую запись, а потом преобразуем ее в полную. Итак, я переписываю вторую запись. Так, здесь я просто переписала, а теперь я выполню то же самое деление, только без сокращений, которые были вот в первой этой записи. Итак, делимое 5150 мы делим на делитель 17. Первое неполное делимое 51. 51, если разделить на 13, то получится 3. Подсматриваем запись. 3 на 17 – это 51. И здесь остаток 0. Но здесь мы его не пишем, этот 0, потому что он будет перед числом, он незначащий. Теперь мы сносим следующую цифру. Получаем второе неполное делимое 5. Оно меньше 17, значит, мы должны в неполном частном поставить 0. А дальше по алгоритму деления мы должны 0 умножить на 17. Но получим 0, значит, вот это произведение 0 нужно вычесть из неполного делимого из 5. Но остаток у нас получается равен 5. Сносим следующую цифру делимого 0. 50. 50, если разделим на 17, ну, 2. Подсматриваем. 2 умножить на 17 – это будет 34. 34. Вычитаем, получаем 16. Вот это полная запись, которая соответствует вот этой сокращенной записи. Тот же остаток, тоже неполное частное. Все мы сделали правильно, только расписали все подробно. Теперь я переписываю пример, который третий. Перепишу сейчас. Так, это сокращенная запись. А теперь мы восстановим полную запись. 5260 делим на 17. Здесь я недопереписала. Неполное частное – 309. Так, ну, теперь мы должны восстановить полную запись и будем использовать сокращенную. Итак, деление начинается с того, что мы 52 делим на 17. Берем по 3. 3 умножить на 17 – это 51. Это мы уже знаем из предыдущих примеров. Получаем остаток 1. Дальше мы сносим следующую цифру. 6. Получаем делимое 16. Но оно меньше, чем делитель 17. Поэтому мы ставим 0 в неполном частном. Дальше 0 умножаем на 17. Получаем 0. Значит, из делимого 16 нам нужно вычесть 0. Получаем остаток, равный делимому. Именно поэтому была использована, и здесь возможно использовать сокращенную запись. Но теперь дальше мы сносим оставшуюся цифру 1. Одна цифра, нолик, мы снесли. Получили третье неполное делимое – 160. 160 делим на 17. Но 9 будем, это мы подсматриваем в сокращенную запись. 9 умножить на 17 – это 153. Значит, нужно вычесть 153. Получаем остаток 7. Тот же остаток 7, тоже неполное, а частное – 39. Вот мы восстановили по соответствующей краткой записи, сокращенной записи, восстановили полную запись. А вот еще вопрос у нас. Можно ли оставшуюся запись преобразовать сокращенную? Ну, у нас осталась вот эта первая запись, вот эта осталась, ее преобразовать сокращенную нельзя. А почему? А потому что среди неполных делимых этой записи нет такого, которое меньше делителя. И запишем это. Первую запись нельзя преобразовать в сокращенную. кратко напишем, так как в ней нет промежуточного делимого меньше делителя. Ну вот смотрите еще раз на первую запись. Первая промежуточная делимая – 53. Вторая промежуточная делимая – 22. Ну и 53 больше 17, и 22 больше 17. И третья промежуточная делимая – 50, тоже больше 17. Поэтому здесь сокращенная запись невозможна. На этом все. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!